Аннексия Крыма была тщательно спланирована, а стрелять по зеленым человечкам было нельзя. Об этом сегодня рассказали свидетели по делу о госизмене Януковича. Их в списке обвинения около ста человек. В этот раз успели заслушать четверых. Кто и о чем рассказал? Об этом в материале Павлина Василенко. Все сегодняшние свидетели военные весной 2014-го служили в Крыму. Марина Конолюк была помощником командующего военно-морскими силами. По ее показаниям численность российских военных на полуострове начала увеличиваться еще с января 2014-го. Ее слова подтверждает и другой свидетель Игорь Воронченко, который был заместителем командующего войсками береговой охраны АРК. Еще с ноября 2013-го на полуостров из России стали завозить в разы больше топлива, говорит он. А на территорию военных частей Черноморского флота России зашли неустановленные подразделения. Я имал информацию, что до перебывания на базе Гвардейска, это поблизости Сен-Широполя, подраздели, которые не дислокированы на этой базе. С этой базы вышли БТР и вышли оружие люди, те, которые потом блокировали аэропорт Сен-Широполь. Во время допроса Юлия Мамчура смотрят сюжеты, которые выходили на разных каналах, где он вспоминал подробности штурма военных частей. Вопрос от защиты Януковича, почему не стрелял. Поставили вперед со своими силами стариков, похилов в веку людей, детей. За ними стояли козаки, а только третьим и четвертым ображаем стояли они. То есть они провоковали нас на то, чтобы мы фактически открыли огонь по цивильному населенню. Застосование оружия на уражение могло привести до большой количества невинных жертв. Адвокаты Януковича говорят, их подзащитный тоже хочет участвовать в процессе. Он продолжает наполягать на необходимости собственной участии, для того, чтобы лично проводить допыт соответствующих свидетельств и надавать общество и народу официально под присягой собственных свидетельств. Прокуроры от комментариев сегодня воздержались. Завтра суд продолжит допрашивать свидетелей. Павлина Василенко, Ольга Теребинская, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.